Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Александр. Благодаря компании Spinning Line я решился сделать свой первый видеообзор. И это видеообзор про распаковку заказа от компании SpinningLine.ru Который я сделал во время акции Черная Пятница, когда падали цены на многие рыболовные товары в этом магазине. Я собственно уже второй раз участвую в акции Черная Пятница. В прошлую Черную Пятницу я купил достаточно приличное количество удилищ, которые меня интересовали и воблеров. Был очень доволен таким падением цен. Собственно решил в этом году поучаствовать. Участвовал я достаточно интересно. Я был в командировке по работе и был в другом часовом поясе в отличие от московского. У меня уже было 3 часа ночи, когда стартовала акция. Я решил ночью прямо поучаствовать, так как не спал. И купил себе вот такой вот мешочек воблеров, резины. Леска есть. Мы собственно откроем и посмотрим, что я приобрел. И видел как на глазах прямо разлетается то, что я откладывал себе в корзину. Оно исчезало. К сожалению, что-то в мои лапы не попало. Но то, что попало, я вот как видите заказал порядка на 10 тысяч рублей с лишним заказ. Вот данная посылочка была мне доставлена по акции бесплатная доставка, потому что стоимость 10 тысяч рублей. Серьезная, да? Бесплатная доставка прямо на дом. Мне она пришла на работу. Собственно заказ был сформирован 25 числа 25 ноября. Обработана она была 27-го, 28-го и принял я ее уже 29-го. То есть спустя 4 дня ко мне приехал курьер и передал вот этот вот весь пакетик в руки. Очень приятно было. Давайте, собственно, откроем упаковочку, посмотрим, что у нас внутри. Я уже заждался. Упаковочка достаточно такая хорошая. Явно с пупырками защитными. Я вот вижу внутри пакетик с пупырками. Вот такой вот. И вот они уже появляются. Тут некоторые воблеры. Пожалуй, это все высыпано. Вот такой вот большой заказ. Вот она упаковочка. Внутри. Ее можно выбросить. Бумажка о заказе. Собственно, кому, сколько, почем. Так, всего наименований 33 на сумму 10233 рубля. Наименований 33. Это куча воблеров. Можете видеть. И, собственно, тут такая вот бумажка, позволяющая получить некоторое количество баллов на следующие покупки в магазине. Так, посмотрим, что у нас приехало. Очень много всего. Вот чего я ждал. Очень хотел купить новое кастинговое удилище, которого у меня еще не было никогда кастинговое. И, собственно, поставить вот такой вот варивовский плетеный шнур. 0,6 по классификации японской. О, как интересно. То есть я заказал здесь сколько? 300 метров лески. Еще я вижу тут в подарок даже флорокарбончик. Суть по всему, компания варива сложила. 2,5 метра. Такой шок-лидер, наверное. Я так понимаю. Прикольно. Заказывал я некоторое количество резины. В основном были на акции всякие рачки. Вот джековского было достаточно много. Я себе взял, соответственно, в разных размерах разных рачков, которых у меня не хватало еще. Хотя на самом деле резины у меня уже очень много. И я стараюсь разнообразить. Она в основном расходником является, поэтому резины мало не бывает. Вот такая вот джековская резинка. Много разных в размере 4-3 дюймов. В основном, да, было джекол. Вот. Мне интересно, как половить и каким-то микроджигом, так и достаточно большими приманками. В основном я занимаюсь стритфишингом в Москве, но порой выезжаю и на каналы мне в Москве, и в разные города. Особенно люблю ездить в командировках с удочкой. Очень приятно. Половить и в Неве, и в других речках, и в Сибири. Вот такая вот интересная резинка компании Ям. Это такие вот какие-то малюшки фиолетовые. Интересно будет ловить каким-нибудь микроджигом в Москве зимой. Попробую такую резинку Ям. Взял я резинку, помимо Ямы, еще и микрокиллер. Тоже интересная вещь для меня, потому что я много читал обзоров, что очень-очень ловит наша отечественная резинка из Костромы. Вот господин Аринин делает это. Попробую. Это в основном резина, да. Еще другая флуоресцентная резинка. Тоже такие рачки. Они все были на акции. Купил я немножко такой вот. Кому-то интересный нет. Оснасткой я еще увлекаюсь летом ловлей на фидер. Мне понравились очень вот такие вот оуноровские уже готовые поводки. Они длиной 65 сантиметров, с разными крючками, с разными толщинами лесок. Они уже готовы. Осталось только завязать петельку для крепления поводка на основную леску, либо на нашу оснастку. Купил они были недорогие, но мне хотелось вот именно в таком размере купить. Потому что я обычно их покупаю в магазине рыбачи с нами. Сейчас там цены подросли. Новые поставки. Вот купил на всякий случай две таких остаточки. Да, еще помимо резины я заказал немножко другую резину. Powerbait Berkley я уже ловил на мормышинг всякими мотыльками и червячками от Berkley Powerbait. И решил вот такие вот взять, такие креатурки от Berkley. Тоже интересно будет попробовать. В будущем расскажу, что и как. Ну и в основном воблеры, которые были на акции. Это вот основная масса. Здесь вот лежит. Я приобрел различные как для головлевой рыбалки. Я надеюсь, вот это вот можно и жереха поймать. Ну такой вот базан крэнк от OSP. Здесь же грифон. Здесь я купил несколько крэнков себе. Грифоны в разных таких вот коробочках разных моделей. Грифон Zero от Megabass. Есть глубоководные воблеры, которые мне интересно как стритфишеру на Москве реке половить. Потому что когда ты кидаешь с высокого парапета, глубина, естественно, как вы знаете, меняется у воблера. Если мы ловим с берега, то это максимальные его глубины. Вот, например, тут вот такая вот приманочка от OSAC. Вот, она плавает на 1,8 метра. Соответственно, вы когда ловите с парапета, глубина эта там уже метр становится из-за угла движения приманки. Вот, купил я такие воблеры, как Megabass. Это вот тоже основные были воблеры, которые участвовали в акции Magray. Сейчас посмотрим, что у нас еще. Купил кучку воблеров глубоководных от компании Etuma. Это в основном воблеры Pity. Есть вот Byte Pity. Deep Spire Pity. Они, собственно... Почему я решил остановиться на выборе вот этих именно воблеров? Очень интересуюсь всяческими видеоканалами, где всякие спортсмены рыболовы рассказывают о приманках. Собственно, вот об этой приманке я услышал от Дениса Вихрова. Постоянно смотрю его каналы. Очень веселый парниша. Рассказывает о рыбалке. Вообще, наслаждаешься рыбалкой, когда у тебя нет времени. Вот можно, едя в метро, посмотреть всякие выпуски. Вот из одного выпуска я, собственно... Или даже из его инстаграма увидел о том, что вот такие воблеры очень даже работают по Нижней Москве-реке. Они, ну, не такие уж дорогие. 300 рублей за воблер. Тот же самый Pantone сейчас уже подорожал. Стоит в районе 400. Вот такие вот Pity можно купить. Такая замена Pantone'овским воблером, который обычно использует какой-нибудь Carpenjack. Вот, что я еще приобрел? Это вот здесь опять и Тумовские воблеры. Достаточно большое количество я их купил. Попробовать интересно стало. Купил такие вот две микро-блесенки. Ну, как микро. Они трехграммовые. Ну, такой прям не микро-размер. Под названием Манзурка. Вот компания, не помню какой, уже, собственно, на сайте Spinning Line может посмотреть. Более подробно могу попозже рассказать в следующих видео. Я думаю, что я буду записывать. Я еще, кстати, еще один заказик сделал на Spinning Line. Там тоже, ну, как бы так, добрал свою коллекцию воблеров и Тумов, в том числе. Попробовать, что и как. Так, значит, купил себе вот такой вот воблер Avenger от компании Evergreen. Это, в принципе, модель морская. Я порой, когда на море езжу, интересно тоже плавать рыбу. Скорее всего, на море буду пробовать. Ну, и попробую, как у нас эта приманочка работает. Это очень интересно. Если бы не акция, я думаю, я себе бы не купил бы. Так и выбрали. На нем хорошая скидка была. Ну, и взял такую мелочевочку для того, чтобы ловить либо какого-нибудь окушка, либо ловить форельку на платниках. Особенно интересно было увидеть, попробовать вот такую лаки-крафтовскую приманочка. Точно не помню уже, как называется, да. Я ее увидел. Думаю, дай-ка я попробую купить. Попробую половить на нее. Тоже всяческие приманочки такие маленького вида. Вот это тоже интересная приманочка. Попробовать ее по форельке. Я думаю, по распаковке всяких этих приманочек еще расскажу, когда буду складывать это все в коробочку. Чаби 35-й. Во. Тоже хочу чабиков себе немножко купить. Всяких с погремушкой и без погремушки. У Джекова. Ну вот, выдалось. Вот, что купил. Как бы, по скидке. То и осталось. Вот такой тоже интересный от компании Borderland Sonic Ra. Воблер. Такой интересной формы. Очень похож на Baby Hickory. Вот тоже с одинарным крючком. Ну, он опять же, этот воблер для форельки, я думаю, сгодится с такими большими глазами выразительными. Вот. Вот, собственно, весь, весь заказик, все мои покупки. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть, что и как было. Конкретно по тому, что было куплено, вот можно здесь посмотреть, какие стоимости, какие скидки. Можно в этом списочке посмотреть, остановить. Я думаю, всем будет видно, сколько что стоило. Вот. Всем спасибо за просмотр. Как там говорится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно сделаю еще какие-нибудь видео о том, как что я покупаю и как что распаковываю, как чем пользуюсь. Всем спасибо. До свидания.